Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3827, тема «Литература». «Можно ли проверять свои мысли, читая классиков? Или только читая Библию, можно постечь самого себя и дать правильную оценку своим действиям?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Под прозвищем «Классик» мы встречаем и безбожников. Лишь бы его Министерство просвещения в нужный ряд поставило. Если будете читать книги, где все основано на Священном Писании, то обязательно получите пользу. Если будете подражать герою в его лучших устремлениях, самые занимательные сюжеты и коллизии в безбожных талантливых головах превратятся лишь в занимательные мастерски описанные картины. Но они никакого влияния на взрослого оказать не могут. Нужна сила Духа Святого, чтобы вырваться из плена тяготения ко греху. Как просто объявить себя святым, тряпицу вывесив, как флаг на жерде, над глинобитным домиком своим и размышлять о жизни и о смерти, уйдя от всех трудов, тревог, забот, накрыв худые плечи мешковиной, скрестить колени, восседать, как бог, потряхивая шевелюрой львиной. Ты в мире гость и в каждом доме гость. Вставай, иди топчи свою дорожку. Голодные отсыплют рису горсть. Бедняк отдаст последнюю лепешку. «Постой, ответь мне на вопрос простой. Они святые или ты святой?» 1965 Евгений Далматовский. Плачь 4, 15. «Сторонитесь, нечисты!» – кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущение. А между народом говорили, их более не будет. Колодец вырыт был давно, Все камнем выложено дно, А по бокам пахучий груб, Сработан плотниками сруб. Он сажень насим в глубину И уже видится ко дну, А там у дна вода видна, Как смоль густа, как смоль черна. Но опускаю я бадью, И слышен всплеск едва-едва, И ключевую воду пью, Со мной и солнце, и трава. Вода нисколько не густа, Она, как стеклышко, чиста. Она нисколько не черна, Ни здесь, в бадье, ни там у дна. Я думал, как мне быть с душой, С моей не так уж и большой. Закрыть ли душу на замок, Чтоб я потом разумно мог За каплей каплю влагу брать Из темных кладезных глубин, Нескупо влагу отдавать, Чуть-чуть стихам, Чуть-чуть любви. И чтоб меня такой секрет Сберег на сотню долгих лет. Колодец вырыт был давно, Все камнем выложено дно, Но сруб осыпался и сгнил, И дно подернул вязкий ил. Крапива выросла вокруг, И самый вход заткал паук. Сломав жилище паука, Трухлявый сруб задес легка, Я опустил бадью туда, Где тускло брежжела вода. И зачерпнул, и был не рад. Какой-то тлен, какой-то смрад. У старожила я спросил, Зачем такой колодец сгнил? А как мне сгнить ему, сынок, Хоть он и к месту и глубок, Да из него который год Уже не черпает народ. Но доброй влагой налит, Но жив, пока народ поит. И понял я, что верен он, Великий жизненный закон. Кто доброй влагой налит, Тот жив, пока народ поит. И если светил твой родник, Пусть он не так уж и велик, Ты у истоков родника Не вешай от людей замка. Душевной влаги не таи, Но глубже черпай и пои. Изберегая жизни дни, Ты от себя не прогони, Ни вдохновенья, ни любви, Но глубже черпай и живи. 1949-й, Владимир Салаухин. Иоанна 7, 37. Стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей, Кто верует в меня, У того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, Которого имели принять верующие в него, Ибо еще не было на них духа святаго, Потому что Иисус еще не был прославлен. Месяц над нашою крышей светит, Вечер стоит у двора, Маленьким птичкам и маленьким детям Спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце Снова взойдет над тобой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, Спи, мой звоночек родной. Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, Баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит Детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни муки, Доли не встретишь лихой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, Спи, мой звоночек родной. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, Быстро промчатся года. Смелым орленком на ясной зоре Ты улетишь из гнезда. 1940. Исаковский. Сераха 8.25. Есть у тебя сыновья, Учи их из юности, Нагибай шею их. Сераха 31.12. Нагибай выю его в юности И сокрушай ребра его, Доколе оно молодо, Дабы, сделавшись упорным, Оно не вышло из повиновения тебе. Псалом 118.9. Как юноша содержать В чистоте путь свой, Хранением себя По слову твоему. Над сном монастыря девичьего Все тихо на стоверста крест. На высоте полета птичьего Над крышей Порыжелый крест. Монашки ходят В домотканное, Одетые, как век, назад. А мне опять, Как окаянному, Спешить, куда глаза глядят. Как я бы рад Сказать по совести, Вдруг никому и никогда. Вдруг, как в старинной Скучной повести, Жить, как стоячая вода. Описывать чужие горести, Мечтать, глядеть себе в глаза. Нельзя, как в дождь На третьей скорости, Нельзя нажать на тормоза. 1945. Константин Симонов. Марка 16.15. И сказал им, Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всей твари. Деяние 1.8. Но вы примите силу, Когда сойдет на вас Дух Святый, И будете мне Свидетелями В Иерусалиме, И во всей Иудее, И Самарии, И даже до края земли. Деяние 20.24. Но я ни на что Не взираю И не дорожу Своей жизнью, Только бы с радостью Совершить поприще мое И служение, Которое я принял От Господа Иисуса, Проповедовать Евангелие Благодати Божией. Он инок, Он Божий, И буква устава, Все мысли, Все чувства, Все сказки Связали. В душе его трава, Осенние травы, Печальные лики Увядших азалий. Он изредка грезит О днях, Что уплыли, Но грезит устало, Уже не жалея, Не видя сквозь золото Ангельских крыльей, Как в танце любви Замерла Соломия. И стынет луна В бледно-синей эмали, Немеют души Умирающие струны, А буквы устава Все чувства связали. И блекнет он, Божий, И вянет он, Юный, Георгий Иванов. 1894-1958 годы жизни. Матфея 25, 18, 24. Получивший же один талант Пошел и закопал его в землю, И скрыл серебро господина своего. Подошел и получивший один талант И сказал, Господин, я знал тебя, Что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, И собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел И скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, Где не сеял, И собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе Отдать серебро мое торгующим, И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему десять талантов, Ибо всякому имеющему дастся И приумножится, А у не имеющего отнимется И то, что имеет. А негодного раба Выбросьте во тьму внешнюю, Там будет плач И скрежет зубов. Сказав сие, возгласил Кто имеет уши слышать, Да слышит. Проснулся лев И в гневе стал метаться. Нарушил тишину Свирепый грозный рык. Какой-то зверь Решил над львом поиздеваться. На львиный хвост Он прицепил ярлык. Написано Осел Есть номер с дробью Дата И круглая печать И рядом подпись чья-то. Лев вышел из себя. Как быть? С чего начать? Сорвать ярлык с хвоста А номер? А печать? Еще придется отвечать. Решив от ярлыка Избавиться законно, На сборище зверей Сердитый лев пришел. Я лев или не лев? Спросил он раздраженно. Фактически вы лев Шакал сказал резонно. Но юридически Мы видим вы осел. Какой же я осел Когда не ем я сено? Я лев или не лев? Спросите кенгуру. Да, кенгуру в ответ. Вас внешне несомненно Есть что-то львиное А что не разберу. Осел Что ж ты молчишь? Лев прорычал в смятенье. Похож ли я на тех, Кто спать Уходит в хлев? Осел задумался И высказал суждение. Еще ты не осел, Но ты уже не лев. Напрасно лев просил И унижался. От волка требовал Шакалу объяснял. Он без сочувствия, Конечно, не остался. Но ярлыка никто С него не снял. Лев потерял свой вид, Стал чахнуть понемногу, То этим, То другим Стал вступать дорогу. И как-то на заре Из логовища льва Вдруг донеслось Протяжное И-а-а-а. Мораль у басни Такова. Иной ярлык сильнее льва Сергей Михалков 1 Коринфянам 4, 3-5 Для меня очень мало значит, когда судите обо мне вы Или как судят другие люди Я и сам не сужу о себе Ибо хотя я ничего не знаю за собою Но тем не оправдываюсь Судья же мне Господь Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь Который и осветит скрытое во мраке И обнаружит сердечные намерения И тогда каждому будет похвала от Бога